И ещё раз о нереализме. Смерть реализму пророчили ещё в конце XIX века. Ну, как, кстати, хоронили классическую музыку, живую игру на инструменте, печатную книгу, театр. Апологеты новых течений так увлечены своими открытиями, что не могут взять в толк искренность тех, кого не увлекают всякие условно-современные штуки. Их даже не смущают пустые залы галереи и небольшое желание публики приобретать их работы. Непостижимых для них мастеров прошлого, они нарекают скучным старьём, пыльными зеркалами. Фраза Малевича, кстати, кичем. И вот не первый раз за последние сто лет с завидной периодичностью пытаются навязать обществу новые вкусовые ориентиры. На самом деле, всем этим измом, фторизмом и даже всяким недореализмом уже давно найдено место, своя ниша. Ну, вроде оформления офисов, общественных пространств, невообразимо модных галерей, минималистичных интерьеров, мода на которые тоже, кстати, проходит. Это действительно такой конформистский снобизм с пугающим подтекстом, способный существовать только в мире пресыщения и перенасыщения, в мире очень поверхностных представлений о прошлом. И это вовсе не является каким-то высокоинтеллектуальным видением мира. Говорят, что реализм – это обман, что реальность он не передаёт, дескать, лучше это делает фотография. Ну, так можно сказать только тот, кто ровным счётом ничего не понял в реалистическом изображении, которое требует много чего, помимо простого сходства с реальностью на уровне фото. Это глубокая аналитическая работа, сложная живопись, фокус, который должен быть проще, но в то же время убедительнее и мощнее любой фотографии. Художник-реалист, подобно спортсмену-многоборцу, решает массу проблем, возникающих последовательно. Начиная от гармоничной композиции, где нужно увязать все законы, или что-то заострить, посталкивать, попротиворечить. Фотография действует скорее наоборот. Классическая или даже очень необычная композиция могут случиться, сложиться в случайном кадре. Существует, конечно, постановочная фотография, но скорее тут фотография имитирует возможную картину, а не реальность. Далее перед художником стоит проблема отбора. Собора главного – удаление тех деталей и подробностей, которые не помогают, а что-то нужно добавить, где-то что-то нужно добавить. Тот кустарник, тот мох, то корявое дерево, тот луч света – это сбор из десятка видов, десятка фотографий. Так что да, пейзажи Шишкина – это не реальность. Это больше, чем реальность. Сочиненный вид, представляющий уже собирательный, но очень узнаваемый образ. Затем решение пространства, для чего используются искажения или усложнение базовой линейной перспективы, а также воздушный, цветной и не обязательно всех сразу. Размытие, контуры, ореолы, эффекты ближе-дальше. Первичное, вторичное, с учётом нашего восприятия картинной плоскости слева направо. Отсюда и выбор движения, ну или вернее, как показать его. Быстрое, лёгкое, медленное, затруднённое. Приёмов немало, и фотография далеко не всегда передаёт то, что нужно. Затем выбор фрагментарной тоновой шкалы или набор градаций с максимальными полярностями. И это влечёт за собой уже технико-технологическую составляющую живописи, ну чтобы тени были максимально глубокими, а света светились, как лампочка. И здесь напечатанная фотография тоже, конечно, проигрывает. А ведь это всё пока формальные вещи. Но ведь художник может придать смысл придать смысл самому простому, самому тривиальному фрагменту реальности даже простым приложением своего труда. Зритель не может так просто отмахнуться от сложноисполненной картины, как от секундной фотографии. Ну как живой звук инструмента, рождённый движением руки смычка здесь и сейчас, а не то, что-то там некий звук льётся из колонки. Художник делится со зрителем тем, что его остановило, зацепило, и он предлагает остановиться зрителю, посмотреть и разделить с ним эмоцию. Ну а околореалистические стилевые направления, ну тот же импрессионизм, например, представляют собой лишь одно из упражнений, частей многоборья. Среди бега, прыжков, стрельбы и плавания, но это, положим, стрельба. И кто занимается только этим, очевидно, показывает неплохие результаты, его опыт используют многоборцы. Но стрельба не есть следующая ступень развития после многоборья. А если говорить о нереализме, псевдоэлита провозгласила нереализм или сильно стилизованный, а по сути просто упрощённый реализм чуть ли не эталоном стиля, вкуса и подлинного понимания искусства в целом. Многие верят. Хотя эти особые вкусовые пристрастия оправдывают крайне поверхностную в плане техники живопись, стилизацию, состоящую из штампов и повторяющихся даже неавторских художественных приёмов. Поскольку эти упрощения объекта до некоего знака начались ещё в 20 веке, в начале 20 века, на сегодняшний день повторения эти просто наворачивают спирали. Ничего удивительного, вариативность знака ограничена. Попробуйте нарисовать упрощённый стилизованный предмет или животное. Когда нарисуете, посмотрите готовые варианты в интернете или предложения нейросетей. Вы найдёте что-то похожее на вашу оригинальную находку. Лаконичный язык дизайна – это хорошо, но, как оказалось, плохо в случае станковой живописи. Их ведь совсем немного, этих шаблонных решений. Как можно рисовать объекты стилизованно, образно, нереалистично? Ну, например, пейзаж. Небо можно энергично размазать, это вроде как тревожно, или аккуратно раскатать. Это спокойствие, композиционная пауза, накрутить облаков, динамично так, жизнеутверждающе. Деревья, ну, тут какие варианты? Ватная крона, из которой торчит тёмный ствол. Здесь можно с цветом поработать. Либо палки-огрызки, одиноко так, пессимистично. А можно прозрачно, симметрично, ажурно, орнаментально. Это такой безэмоциональный, декоративный ход. Земля в контраст с небом. Экспрессивно или спокойно, гладко или вспучено, пластично или преувеличено, статично, перспективно или нарочито плоско. Ну и сколько? Десяти вариантов не набрать. Вода, ну, вы поняли, что я имею в виду. Вот это по-настоящему скучно, когда зрителю предлагают очередной набор заезженных штампов. Технические приемы современной живописи еще в 1920-х Александр Дейнека в одном натюрморте собрал. Оригинально, свежо, да, но больше 100 лет прошло. Сейчас же это в лучшем случае чуть перетасовано, взята всего парочка приемов, все приправлено узнаваемым красочным набором, то есть колоритом, и объединено общей темой, наконец. А какие темы в пейзаже? Пока художник-реалист, как старый мастер, ищет тонкости цветовых переходов в утренней дымке, пока любовно пересчитывает кирпичи старого дома, ставни, крючочки, замочки, пока ловит солнечный блик и трепыхание мокрого белья на ветру, современный художник, творец и кто он там еще, пророк, сразу предлагает нам философскую картину мира, ну это улица родного города, короче. Да, острые в композиционном плане фрагменты, быть может, удачно схваченные камерой телефона по дороге из дома в мастерскую, а дальше пять приемов, десять штампов, метр на метр, так и получается узнаваемый авторский стиль. Пожалуйста, только не нужно преподносить это с таким пафосом. В хорошем реализме концентрации, аналитики, отбора, стилизации не меньше. Но это знает только тот, кто им действительно занимается, погружается, а не рассуждает поверхностно. И авторский стиль там тоже, конечно, есть. А кто считает, что живописное мастерство у художника вторично, ну не надо тогда трогать кисти. Он может стихи писать или просто руками размахивать, образно представляя нам окружающий мир. Ну или эту, как там, ее философскую картину бытия. Ну и пока так. Субтитры сделал DimaTorzok